да прибудет с вами темная сторона силы с вами дарт и сегодня я покажу вам все окрасы которые стали доступным после приобретения дополнения возвращения в парке ушка периода для начала я вам покажу как выглядит туалет в мире юрского периода сожалению двери не открываются почему на не знаю бак какой-то наверное у нас есть окно сверху ну современное такое да как видите антуражника так не за мне мне лично нравится и гораздо больше вместительность до 1200 человек да и теперь у нас же есть возможность фотографировать с вертолета просто чтобы вы понимали теперь это и такие фотки будут выглядеть примерно так так погоди колесом нет это 6 7 этого не нравится ну да то есть можно сверху теперь фоткать приближать это удобно ну а мы переходим к окрасам начну пожалуй с анкилозавра да и хотелось бы показать вам так последний то какой анкилозавр то вот он 7 в общем поменяли скажем так модель анкилозавра для всех окрасов то есть тут независимо от окрас теперь анкилозавр всегда будет выглядеть вот так как он якобы выглядел в парке ушка периода 3 то есть независимо от окраса да но мы теперь переходим к окрасам значит это у нас окрас 2001 года просто 2001 года самая обычная скорее всего который мы видели в самом фильме это я так понимаю 2001 а такой болотный окрас не понимаю в чем разница вы могли если вы поменяли модель вы могли оставить те же окрасы просто парочку добавить теперь он килозавра просто огромное множество окрасов создавание хочу на любой вкус вообще анкилозавров очень много так у нас 2001 б да я же не ошибаюсь да все правильно вот такой вот он окрас у нас песчаный такой я бы даже сказал 2001 c он такой у нас золотистый но по крайней мере сверху он золотистый панцирь у нее такой вокруг глаз тоже то было вас стал побольше заметно так что-то его потряхивать немножко 2001 d я же не ошибся нет я не ошибся он такой слегка бирюзовый зеленым оттенком и последний это 2001 я он у нас просто коричневый да что ты говоришь интересно себя не купил дополнение у меня банки а завра остались старом виде да но при этом можно в настройках steam отключить это обновление все динозавры будут выглядеть по старому они обновления дополнения прошу прощения так ну что шанкилозавров посмотрели а теперь перейдем к следующему динозавру следующим следующим динозавром у нас будет брахиозавр и у него тут просто куча окрасов вот например самый первый из новеньких это окрас тип девяносто третьего года да да и собственно модель поменялась теперь она выглядит как в первом фильме следующий окрас у нас это тип девяносто третьего года а или эй тип девяносто третьего года си вы скажете а куда же делась б или б до окраса он будет доступен за прохождение испытаний на легком уровне сложности у нас же два новых острова добавилось и вот за прохождение этих островов собственно говоря вы получите тип девяносто третьего года иди я не понимаю куда брахиозавру столько окрасов но в общем они тут есть тип девяносто третьего года си да а и си же было чё ягодница то так теперь переходим как раз в 2001 года вот он наш брахиозавр из 2001 года как видите у него даже модель другая он выглядит совершенно иначе нежели брехиозавр девяносто третьего года и это очень круто так и так раз просто 2001 года нему постричь у них совершенно разные головы так это 2001 год и как будто вообще два разных брехиозавра но в плане что вообще один брехиозавр второй не брехиозавр так стоп а тот был чё а окей этот был си прошу прощения этот был этот был эй не совсем по порядку я их выводил к сожалению вот бить теперь у нас блин у него даже снизу тело даже выглядит иначе нифига себе тип ди и е или и так ну ка еще раз брахиозавра дает 93 года они тела у них одинаково казалось так ну что ж брехиозавр посмотрели идем дальше как вы уже догадались следующим будет раптор тип девяносто третьего года вот так они выглядели в первом фильме как видите поменялось не только красную еще и сама модель насчет анкилозавра я перепутал у него тоже все поменялось тоже есть как обычно анкилозавр так и измененный с окрасом идем дальше это у нас 2001 года самец выстрелить это тот самый офигеть это реально он а вот и 2001 год самка да теперь их не делили на и бы эту просто писали 2001 год самец и самка это клёво можете создавать теперь объекты бы как-то знаете по пародии на фильмы типа с что-то свое понимаете показывать а вот и самка из девяносто седьмого года самка влацераптора она у нас такая очень похожа на самца но просто менее красочная вот а это у нас самец да он более яркий такой тигровый прям предводительница такая идет блин это очень клёво вообще обожаю это дополнение так и самое важное что я вам хотел показать вот а так выглядит влацераптор и из мира юрского периода то есть вы можете создавать и тех и тех можно блюк ним закинуть типа приключение блю на ос ну типа приключение блю на острове нублар нублар говорю сорна типа засунуть ее туда краптором с острова сорна и посмотреть что будет да то есть можно воссоздавать теперь для фанатов чисто остров сорна остров нублар потому что у вас не только есть те же самые динозавры у вас теперь есть те же самые окрасы паразауролов или паразауролов как они тут говорят это как раз девяносто третьего года до он один единственный то есть но с этим году у нас большого разнообразия не было нам вдалеке показали прозоролов якобы вот смотрите они есть фильме пока раз 2001 года окрас 2001 года эй ой 97 нормально а тот был просто 97 что и почему почему я сказал 2001 кто не знает это 97 б но я не помню почему-то из затерянного мира чтобы там нам показывали паразауров а нет помню не ж бегали там вот 97 окрас c чтобы окрас 2001 года открыть по моему нужно пройти испытание но это не точно странно что не так много добавили брахиозавров и так мало окрасов паразауролов а я думал будет больше а на очереди у нас стегозавр окрас 97 года ну мы его собственно говоря видели в прохождении дополнение возвращение к парку юрского периода в парке юрского периода так идем дальше это у нас 97 типа ну такой же только коричневый это типа я так понимаю тип c получается тип b у нас будет доступен воспитаниях это тип d ну это логично он еще более темно-коричневого краса ну и последний тип c о тип е получается c тоже у нас в этих испытаниях он у нас такой типа грубо говоря альбинос а вот для сравнения вам стегозавр из мира юрского периода ну в целом то не знаю ну в принципе пластины у них точно не отличается план ну здесь вот не меняли вообще строение тела по сути осталось тем же самым к сожалению они друг в друге поэтому я вам не могу показать более подробно так вообще разница у них в голове да то есть у них именно дизайн головы поменялся то есть ты и девяносто седьмом году стегозавр выглядеть слегка иначе так давайте-ка вернемся просто посмотрим значит вот так вот выглядел стегозавр давить он даже пол напоминает того малыша стегозавра до из девяносто седьмого года которого как раз таки не хватает в игре а вот и нет назад а вот и голова дивиды этого 2015 или какого года да видите существенно отличается ну все остальное в целом но не считающего чешуек вот этих остальным крупных все остальное то же самое коза такая бегает так ну вот мы и добрались до рогатого красавца это у нас трицератопс девяносто третьего года случайно это не тот самый на пузе которого лежал алан грант по моему голова то у него была не такая уж ярко окрашена кстати скажите для знающих я чё-то не пока не заметил озвучка оригинальных животных и животных из эпохи мира юрского периода отличается или нет так это у нас окрас девяносто третьего года эй прям такой весь болотный упс пропала травишка так это девяносто третий год би серова это девяносто третий год си да вот только с этого ракурса потому что с той стороны он отбрасывает уж очень большую тень девяносто третий год ди а выглядит так как будто у него заболевание кожи не знаю странно окраса классно я ничего не говорю просто странно немножко выглядит он как-то необык необычно ну вот это точно как старое животное выглядит уже больное так это у нас девяносто третий год и и илья так ну и для сравнения да вот вы сейчас запомнили да как выглядит наш трицератопс девяносто третьего года из оригинального фильма да но вот вам трицератопс из мира юрского периода скажу честное девяносто третий год рулит он мне как-то больше нравится ну и опять же поменялось у них то что остеоциты тут у него отсутствуют которые вот эти чешуйки крупные да ну и форма черепа голова совершенно другая у него ну и напоследок я вам оставил самую вкуснятину а именно тираннозавра сейчас вы видите перед собой обычная краска и ронозавр сам обычный всяких примесей кстати да озвучка обычных динозавров до доступных ранее в игре джурасик-курт эволюшн и тех что были добавлены после дополнения ретанту джурасик парк существенно отличается да то есть если последний сделано прям по фильмам по оригинальной трилогии то эти сделаны по последней трилогии ну надеюсь что будет трилогии все-таки с ними последнюю часть так а вот у нас тираннозавр девяносто третьего года как видите морда более суженная тело конечно остается тем же самым на тело можно вообще не смотреть только в плане окраса именно голова форма черепа да то есть надбровные дуги стали больше морда стала уже более грозно теперь он выглядит вот еще раз показываю да видите тут более широкомордой так идем дальше тираннозавр девяносто седьмого года сожалению он зашел у меня в тень вот на хвосте можно увидеть какой красот и что ты встал около забора отойди пожалуйста будь добр не нужно нюхать забор просто до озвучки из оригинального фильма как они эти окрасы придумал тут такой я допустим фильме не видел кстати это тираннозавр тоже отличается от 93 немного опять же форма черепа так это у нас 97 тип а это по ходу тот самый который напал на этот на микроавтобус опять почему вот если у латерапторов есть самец самка почему тернозавр как раз в 97 года также не написано самец самка потому что там то было явно там почти весь фильм говорили о том что если место тираннозавра есть самка так а вот у нас тираннозавр 2001 года ну и как раз 2001 года тип а не увидел я того самого оригинального по ходу он будет доступен в испытаниях я увидел только 97 года тираннозавр и все да но на этом видео не заканчивается потому что у нас еще есть помимо того да 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 это я все знаю помимо того что нам добавили окрасы из фильмов да вот эти типа типа и прочее у нас еще присутствует как я говорил новый тип окраса бесплодный он называется бесплодной земли который меняет окраску на песчаную и также он изменил очень много видов динозавров поэтому я решил так как это появилось с обновлением то и показать его в этом видео так что никуда не переключайтесь и скоро мы увидим различных животных у которых появился песчаный окрас ну чтож переходим как раз бесплодных земель первую на очереди ну вообще не тупишь просто пустыню не знаю почему первую на очереди это аллазавр вот так вот будет выглядеть пустынный окрас аллазавра также у нас пустынный окрас анкилодока появился да и он выглядит клёво то есть мне нравится светлая красы у динозавров обычно у него не какие-то все темненькие были тут светлый так еще одного тиранозавра забыл продать также у нас появился песчаный гирирозавр конечно больше я ждал окрас гирирозавра из игры jurassic park the game песчаный окрас гирирозавра очень напоминает мне прогулки с динозаврами до в стране гигантов да вот и помните да кто помнит ставит лойс как велосераптор песчаный раптор у нас появился кстати было бы забавно если бы он его долбанул этой дубиной своей ты решил поспать ты серьезно что ты нападешь на него давай попробуй нет ладно еще у нас появился песчаный диплодок ну или пустынный диплодок тут прям вообще ничего не особо не пятен ничего такого нет просто светло-коричневый диплодок песчаный окрас дриозавра к сожалению он лег спать но как видите он весь такой в пятнышко как как олень пятнистый у нас такой дракорекс пятнистый индоминус теперь у нас с бесплодными землями пахицефалозавр зауропельта нодозавр процератозавр у нас дрыхнет так дриозавр проснулся так струть амим у нас еще ну ты струть амим это мы видели здесь я не все новые показываю некоторые из них вам уже знакомы потому что они просто к бесплодные земли добавили к некоторым новым животным но я решил показать всех вообще у которых есть такой окрас алара титан у нас потому что в эпохе мира юрского периода к сожалению не видно какие конкретно у каких новых животных появился этот окрас поэтому я боюсь что я что-либо могу пропустить решил показать все карнатавр крихтонзавр так неинтересно дриозавр покажите он бегает вот он вот и грязно такого краса точно не было процератозавр процератозавр ну это тоже новенький такого тоже не было пустынный окрас хазмозавра вроде бы такой уже был это не новый хуаянозавр бесплодный мы его тоже видели да еще в самых первых видео на самом первом острове полаканта у нас появился по моему так бесплодных земель окраса я не припомнил хотя это было на ночном острове стал доступным он на ночном острове поэтому не могу ничего сказать возможно вот такого и было краса чунгинкозавр тоже не новый тоже был такой крас у нас так из новых у нас эвоплацефал да вот такого у нас точно не было вот такой статику яркий уранозавр был такой по моему ну и бесплодный о бесплодный горю пустынная крас трицератопса только мы тоже видели и по моему вот тот которого мы не видели как раз этот радон хотя если ошибаюсь поправите меня в комментариях еще я бы хотел заснять видео по каким-нибудь битвам на примере на примете у меня велоцераптор против эндораптора трицератопс против тиранозавра что еще традон против комсагната но для начала пишите еще ваши варианты или я всецело соединю это в какое-нибудь одно видео так чисто посмотреть что из этого выйдет а на этом у меня все мы посмотрели новые окрасы бесплодные земель которые добавили некоторым новым видом таким как пахицефалозавр эвоплацефал традон по моему дриозавр и еще несколько других животных также мы посмотрели все окрасы доступные в дополнение возвращения в парк южского периода надеюсь это видео вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал вступайте в группу канала ссылка будет в описании нажмите на колокольчик чтобы узнавать о выходе новых видео с вами был дарт сидиус это прибудет с вами темная сторона силы